Друзья, всем привет! С вами Вера и Женя, вы на нашем канале. Сегодняшнее видео будет посвящено посадочкам к 8 марта. Прошлое видео было по оформлению горшечной продукции комнатных растений. Вот как я обещала, сегодня снимаю для вас посадочки. Здесь уже расставила, начала выкладывать, какие цветочки будем использовать. Цветочки будем использовать первоцветы, то есть это нарциссы, мускари и гиацинты. Нарциссы идут, тут я обставилась, по 6 луковок, мускари по 5 и гиацинты. Все, я себя уже кружила, всеми растениями, грунт здесь также у меня все под рукой. Сегодня я в перчатках. Вчера сделала без них и очень об этом жалею. Руки, конечно, после земли очень сохнут. Так, чтобы сделать посадочку, сначала мы, вот я разделила нарциссы по 2, мускари по 2 получается. Сейчас вот это тоже возьму и поделю сюда, также по 2 поставлю. И гиацинты. Гиацинт тоже вот так вот вытаскиваем и ставим. Все, потом корешки хорошо расправляем и между ними заполняем пространство землей. До посадки цветы я пропоила хорошо, корневая хорошо делится, не рвется, эластичная. Вот, поэтому смело можно вот так работать именно с луковичными растениями. Нарциссы, мускари, они еще, посмотрите, в бутончиках, вот все-все-все только бутончики вылазят. Мускари также еще только-только расцветают. И фишка в том, в этих посадочках весенних первоцветов, гиацинт также только-только в бутоне. Человек, приобретая эту посадочку дома, смотрит, любуется процессом цветения, именно как они распускаются, цветочки. В общем, весь процесс. Затем вот эту посадочку смело можно будет высадить на улицу в грунт. Вот, поэтому не будем ждать, приступаем к посадке. Декорировать у нас тоже много есть, чем. На прошлом видео я показывала, декорировала, это были курочки керамические, очень мне понравились, красивые, интересные. Вот, поэтому у нас их тоже, вот в этих белые горшочки, я буду использовать курочек. А дальше у нас есть и совочки, и бабочки, и птички. В общем, будем декорировать также веточками. Божьи коровками, вот, поэтому все у нас под рукой, все здесь есть. Но все будем показывать вам и рассказывать. Непосредственно, как я буду сажать, насыпать землю я показывать не буду, посадочек очень много. Я буду рассказывать, какие кашпо я подобрала, и какие растения буду туда сажать. Вот, и в итоге уже потом покажу готовый вариант наших посадочек. Очень довольна посадочками, очень красиво получается. Смотрите, какая прелесть, с курочками, с божьей коровочками. Все уже задекорировала веточками, приклеила. Ну, там и на палочках курочку сделала, божьи коровочки, на веточку и на горшочек, чтобы немножко беленькое разбавить. Смотрите, как здорово смотрится. Ну, и прелесть. Уже такая весна, 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 весна. Очень мне самой нравится. Я думаю, нашим покупателям очень понравится. Немножко еще нарциссики расцветут. Мускарики расцветут побольше. Гиацинт сделала на задний план, потому что он все-таки выше всего вырастет. Вот такой примерно. Вот. Я уже представляю мысленно, когда это вот все расцветет, и где какой цветочек встанет, будет здорово. Ну, а мы продолжаем делать наши посадочки. Следующие посадочки у нас будут в персиковых кашпо. Состав цветочков я менять не буду. Меня он устраивает. Будем только по-разному немножечко декорировать. Разные фигурочки брать. Вот. А в основном принцип такой же. Все сейчас соберу, потом все итог уже покажу. Еще один вариант посадочек у меня готов. Вот такие персиковые горшочки. Состав такой же, только декор у нас здесь. Оранжевая яркая бабочка. Такие также все декорируем мхом. Вот так вот все аккуратненько. Все. Такие красотки. Красивые. Все. Едем дальше. Все, друзья, уже вечер поздний. Скоро за мной приедет Женя. Хочу показать, какие посадочки я сделала. Я их сделала все на сегодня. А на завтра осталась небольшая партия. Но уже поздно. Уже хочется домой. Смотрите, с курочками я вам показывала. Посадочки. С бабочками, по-моему, тоже я вам показала. Это еще уже отдельно. Дальше. С совушками. Вот такая серая кашкошечка. Красивенькие совушки. Все здесь закрепила хорошо. На клей пистолетом. Еще на палочку насадила. Если вдруг отчелкнется, то она не отвалится и не разобьется. Бужи-коровочки. Здесь красиво с совушками встали. Еще бужи-коровочки везде. Бужи-коровок везде налепила. Они меленькие. Акцент такой придают. Я думаю, каждый захочет получить такую композицию. Где вот такие весенние бужи-коровочки находятся. Так, далее с птичкой. Вот совушка большая. Я здесь уже гиацинт не стала садить. То есть, совушка достаточно много места занимает. Но по цене они будут такие же, как и, например, с бабочкой и с гиацинтом. Потому что совушка так же и стоит. Таких же денежек. По бюджету будет одинаково. Далее с птичкой. Тоже с гиацинтом, с кори, нарциссики. Нарциссики вообще такая милота. Ну, вот просто вообще классные. Они такие низкорослые, что ли. Идеальные для посадочек. Есть высокорослые. Нам в прошлом году привозили такие. Но в этом году просто все подобрано идеально для таких именно весенних посадочек. Очень рада, что поставщики нас побаловали. Именно таким качеством цветов, такой расцветкой, такого сорта. Для меня все идеально. Вот такое еще сделала. Зайчика. Один у меня оставался. Вот такой весенний. Классный. Нарциссики еще вылезут. Немножко желтенького добавится. И все будет гармонично, красиво смотреться. В одном экземпляре. Что-то в двух экземплярах. Что-то в четырех, в пяти. В общем, сколько успела. Нашла горшков в нашем фикс прайсе. И закупила. Вчера делала более такие зеленые. Более такие насыщенные. Горшки были более яркие. Но здесь я тоже думаю, что более бледненько. Но когда распустятся нарциссы, мускари, их композиция станет очень яркой, очень красивой. Также мне нравятся вот такие леечки. Это крашеная хавортия. Суккулент. Посадила их в леечки. Они такие очень яркие и красиво смотрятся. Тоже прицепила по боже коровке, чтобы немножечко разбавить. Вот милоты добавить. Мне кажется, зайдет очень красиво. Также сделала вот такие композиции. Их три штуки. Большие корзины. Вчера я делала. Они более мелкие получились. Здесь больше цветов получается. Нарциссы, крокусы. Две посадила каланхоя. Они очень долго цветут. Вот хоть это и не весенний цветок, но они мне напоминают немножечко примулу. Примулы нету. Вернее есть, но она высокая. Махровая. Здесь сильно будет высоченной в этой композиции. Поэтому взяла две каланхои. Они по цене хорошо заходят сюда, в принципе, по фактуре, по цвету. А также три гиацинта. То есть композиция будет подороже. Такую композицию с радостью, я думаю, возьмут для учителей, воспитателей. Также, я думаю, для мам, для родителей хорошо будут брать. Но даже для себя, любимых, кому понравится, с радостью возьмут. Вот их всего я сделала три. Как бы немножко сделала. Ну, я думаю, уйдет на ура. Мне самой нравится. Я думаю, моим покупателям понравится. Что же у нас осталось? Остались у нас леечки. Так, вот такая примула. Я думаю, по цвету она красиво подойдет сюда. У меня еще две примулы есть. В магазин мы ее несли. Мы ее обратно принесем. Мы ее посадим вот в такие леечки. Можно приделать бабочку. Веточки какие-то для динамики сделать. Ну, в общем, это я все переварю за ночь. Что, куда, садим. И все посадим. Для посадочек у меня остались немножко колонхоя. Немножко мускорей гиацинты. Но также у меня остались вот такие синие горшки. Я думаю, тут два с половиной горшка мускорей разделю на четыре. На четыре вот таких вот кашпо. Посажу сюда также, досажу гиацинт посажу. Но покажу вам обязательно. Этим я займусь завтра. Вот, может быть, даже вечером. Время есть. Все рассадим, все посадим, все задекорируем. Вот, и завтра обязательно вам сниму, как я расставлю посадочки в магазине. Расценим их. Вот. И также снимем видео, нафото, выложим в инстаграм. Подписывайтесь на наш инстаграм. Ссылочку оставим внизу. Подписывайтесь. Будем рады новым знакомствам. Друзья, пока еще есть минутка. Только что Лилия написала нам в комментарии. Показать, как мы упаковываем, делаем муклечек для хризантемы. Не только для хризантемы, но и для других цветов. Ну, давайте проведу небольшой мастер-класс. Берем листочек по размеру. Можно побольше, потом нужно будет обстричь. Ставим. Как я делаю, может быть, все будет вам понятно. Загибаем по бокам. Сзади, ну, вот, как бы держим. Вот так, с этой стороны так держим. Сзади берем и подворачиваем. Так. Изгибы. Делаем. И впереди так же. Оп. Так, вроде видно. Делаем. Хвостики назад сюда выводим. И хвостики проклеиваем горячим пистолетом. Сильно не прижимаем, чтобы у нас в растении не прожглось. Получается такой кулечек. Все изгибы можно хорошо пронять. Вот так. Ну, здесь, конечно, можно подрезать, чтобы все это у нас красиво было. Ну, вот эти вот хлястики можно подрезать. Ну, можно не подрезать. Мне и так нравится. Вот. Ну, все у нас кулечек готов. Хризантема хорошо дышит. И когда стоит вторая хризантема, уже друг об друга они не трутся. И можно поближе поставить. И хризантема, ну, любой цветочек будет хорошо себя вот в таком кулечке чувствовать. Все. Горшочек не видно. Горшочек мы задекорировали. По желанию. Уже коровку можно сюда, бантик, хоть что, чтобы дополнительно украсить. Друзья, доброе утро. Утро следующего дня. Время 7 часов. Я уже собралась в магазин. Пришла в теплицу, чтобы собрать пеларгонию на витрину. Вчера полочку ей выделили, но всего пол полочки у нас есть занято. Поэтому все цветущие, всю цветущую пеларгонию мы собираем. Ну, соберу вот такую коробочку. Вот. Ее достаточно будет, чтобы нам добить полочку нашу с пеларгонией. Вот. А все, что останется, ну, потом по мере убывания будем привозить и доставлять. Все. Собрала вот такую коробочку. Пеларгония. Клацефал забрала на посадочке. Колизию также, думаю, ее куда-нибудь придумаю. Фактура у нее очень интересная. Ну, все завядшие бутончики все на месте. Уже подрежу и приведу в порядок. По мере убывания на витрине будем добавлять из теплички под товарку. Хочу показать вам веточки. Вот такого эффекта я добивалась от них именно к 8 марта. Сейчас они больше подраспустятся. Помните, я за сухими веточками ездила? И вот эти веточки я буду ставить в композиции с тюльпанами. То есть они еле-еле зелененькие будут. Тут фактура ствола, вот веточек видна. Она не закрыта листвами. Это, конечно же, весна. Весна, товарищи. Вот. Вот так вот я их поставила, привезла, подрезала и просто поставила в воду, в тепло. И они у меня зазеленели. Также буду использовать ветки березы. Они у меня закончились уже. Я их все угнала на посадочки. Мне их хватило, слава богу, на них. Но время еще есть до 8 марта в букетике с тюльпанами, в композиции с тюльпанами. Потому что вот этих веток, чувствую, я будет не очень мало в использовании. Я их очень быстро использую. Поэтому надо будет заготовиться обязательно еще веточками березы. Все, посадочки мы закончили делать. Все, что хотели сделать, сделали. Выставили на витрину, расценили. Сейчас я покажу, что мы посадили. И как это вот все выглядит. Ящички сделали. Тоже так же все посадила там. В земельечку проложила пленочкой. Вот, чтобы он сам не намок. И потом его можно было использовать. Добавила веточек, боже, коровочек. Все так миленько, красивенько. Такие. Примула посадила в леечке. Задекорировала бабочкой, чтобы поярче было. Вот такая милота получилась. Также добавила мох, чтобы все красиво смотрелось. Все такая подушечка зелененькая. А не просто земля была. Хавортию посадила вот в такие леечки. Очень красивенько, миленько получилось. Добавила открыточки. Открыточки. И вот готовый подарочек. Очень не нравится самой. Я думаю, нашим клиентам тоже все понравится. Теперь пойдемте в холодильник. Все основные посадочки я разместила сюда. Потому что пока среза нет, цветочков, можно сделать, ну как бы выставила витрину сюда. По посадочкам там прохладно. Цветочки не распускаются. Вот так быстро, да? Пойдемте. Хоть здесь и шумно. Я вам все покажу. С овушками очень миленькие, хорошенькие такие композиции. С бабочками, с курочками, с птичками. Две корзины у нас уже проданы. Одну забрали, одну завтра на доставочку повезем. Видео сняла. Всех посадочек. Выложила в инстаграм. Активно начали их бронировать. Людям интересно. Интересны посадочки. Очень много обращают на них внимание. У нас в городе вообще практически нигде невозможно встретить. Для людей это новое, что-то интересное. Именно с первыми весенними первоцветами, с цветочками. Всем зашло. Родительские комитеты начинают активно ходить, фотографировать, выкладывать все в группы. У всех глаза разбегаются, оно и понятно. Большой-большой ассортимент мы приготовили, как комнатных растений, так и разнообразных посадочек на любой вкус и цвет. Очень много интересного. Люди просто приходят и залипают, все рассматривают интересно. Следующее видео постараемся снять уже, когда придет срез. Буду рассказывать, что я приготовлю на 8 марта. Чем будем удивлять, какими композициями, букетами на 8 марта наших клиентов. Друзья, на этом я с вами прощаюсь. Говорю спасибо, что досмотрели видео до конца. Была рада поделиться с вами своей любовью, этими невероятно красивыми весенними посадками. До новых встреч. Пока-пока.